Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И в этом выпуске. Два года назад жизнь многодетной семьи из Тельвиски разделилась на до и после. Все это время их сын борется со страшной болезнью. Вопросы развития телемедицины в регионе обсудили в Наринмаре. В ходе рабочей встречи губернатор Ненецкого автономного округа и генеральный консул Норвегии. Лыжник из Ненецкого округа, член сборной команды России по лыжным гонкам Александр Терентьев вылетел 4 февраля в Пекин, где примет участие в зимних Олимпийских играх. В Наринмар с деловым визитом прибыла генеральный консул королевства Норвегии Астрид Нейрум. Напомним, в 2021-2023 годах Ненецкий автономный округ – председательствующий регион в Баренцевом региональном совете. Помимо России и Норвегии в нем участвуют Финляндия, Швеция, Дания и Исландия. Также ряд других стран имеют статус наблюдателя. По доброй традиции норвежского гостя встретили хлебом и солью. Фото на память с представителями Ненецкого, Коми и русского народов, которые вместе живут и работают в нашем многонациональном регионе. Далее деловая программа. Встреча с губернатором Ненецкого автономного округа. Ненецкий автономный округ как председательствующий регион в Баренцевом региональном совете сконцентрируется на следующих приоритетных направлениях взаимодействия. Транспортная доступность, трансграничная мобильность, диверсификация и экологическая устойчивость экономики. Повышение качества жизни развития человеческого капитала. Для нас это очень ответственно. И мы хотели бы эти два года, пока будем председать, то, конечно, вот ту повестку, которая бы касалась всех регионов Баренцева, обязательно поднять и обсуждать. И есть уже ряд вопросов, которые мы хотели бы на ближайшее заседание внести. В рамках председательства Ненецкого округа 16 марта 2022 года планируется проведение заседания Баренцева регионального комитета, на котором будет сформирована повестка для заседания Баренцева регионального совета. Планируется, что оно пройдет в апреле в Санкт-Петербурге в рамках проведения международного арктического форума «Арктика. Территория диалога». Кроме того, на период председательства Ненецкий округ определил сквозной темой преодоление вызовов удаленности и труднодоступности территорий и будет содействовать активизации взаимодействия, направленного на повышение качества жизни населения удаленных труднодоступных районов в рамках всех приоритетных направлений сотрудничества. По нашему мнению, очень актуальны темы, которые мы выбрали. И, конечно, Баренцева сотрудничество происходит на уровне государства, но, в принципе, самое важное, что это хорошо работает на региональном уровне, потому что там живет население. Люди. Люди. Самое главное – это жители наши. Да. В ходе встречи обсудили вопросы здравоохранения. Ненецкий автономный округ и Норвегия очень схожи. Труднодоступные территории, большие расстояния между населенными пунктами и местами кочевий. Все это накладывает на систему здравоохранения повышенную ответственность, отметил Юрий Бездудный. Добавим, с 2012 года Ненецкий округ сотрудничает с университетской больницей Северной Норвегии по обмену опытом внедрения современных технологий в практику оказания медицинской помощи в удаленных северных территориях. В ходе беседы госпожа Нэром также поделилась первыми впечатлениями об округе. Здесь она впервые. И ландшафт Ненецкой тундры из иллюминатора самолета произвел на нее сильное впечатление, как и столица региона. По ее словам, Наринмар – очень уютный, приятный и яркий город. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». 4 февраля состоялась торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине. В ней приняли участие 95 стран, в том числе и сборная России, которая из-за санкций будет выступать под названием и флагом Олимпийского комитета России. В этот же день в Пекин вылетел наш земляк Александр Терентьев, член сборной по лыжным гонкам. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльби. На предолимпийских сборах российских лыжников в Милане Терентьев получил повреждение. И вместе с тренером Юрием Бородавко не вылетел в Китай со сборной 29 января. Он остался в Италии восстанавливаться и индивидуально готовиться к Олимпиаде. В составе мужской сборной России по лыжным гонкам в Пекине выступят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спецов, Илья Семиков, Артем Мальцев и Александр Терентьев. У меня в детстве мечта была – Олимпийская медаль. И вот она все ближе и ближе. Мечта, можно сказать, есть. Все постепенно идет. И надеюсь, что у меня все получится. И смогу взять золотую медаль. Олимпийские соревнования по лыжным гонкам стартуют 5 февраля женским скиатлоном. Мужской скиатлон состоится в воскресенье 6 февраля в 10 часов утра по московскому времени. Завершится лыжный турнир в Пекине 20 февраля. За прошедшие сутки в регионе выявлено 96 новых случаев заболевания COVID-19. В числе заболевших 78 жителей Наринмара и поселка Искателей, 8 жителей Красного, 3 жителей Тельвиски. Также зарегистрировано 7 привозных случаев из Архангельска, Москвы и Республики Коми. Всего на лечении с диагнозом COVID-19 в регионе находится 788 человек. Наталья Дуркина продолжит тему. Волна обращений на горячую линию по коронавирусу растет изо дня в день. Многие используют данный номер не по назначению и тем самым отвлекают операторов колл-центра. Например, узнать результат своего ПЦР-теста по короткому номеру 122 вы не сможете. Для этого есть другие сервисы – портал госуслуги или доктор 83. Для того, чтобы эти данные корректно отображались, необходимо при сдаче анализов четко дать медицинскому сообществу информацию о своих паспортных данных. То есть должен быть копия паспорта, копия снился и копия полиса медицинского. Если все цифры указаны правильно, то результат обязательно отобразится на указанных порталах. И учитывая, что все-таки эти исследования носят характер медицинских исследований, то по телефону никто не имеет права дать информацию лицу, если оно не идентифицировано. Что касается предоставления больничных листов, то на сегодняшний день заболевшим с признаками УРВИ, обратившимся за неотложной помощью или вызвавшим его врача на дом, лист временной нетрудоспособности оформляется сразу. Другая система оформления больничных действует в отношении лиц, близко контактировавших с заболевшими и предписанием Роспотребнадзора, отправленных на 7-дневный карантин. Больничный лист на время нахождения на карантине им оформляется только по окончании 7 дней. В период наблюдения по контакту может развиться заболевание, и уже тогда придется больничный лист переделать. Поэтому для того, чтобы не перегружать систему, она и так у нас напряжение работает, принято решение, что те лица, которые по контакту, больничный лист у них будет сформирован после 7-дневного карантина, если они не заболеют. Если они заболеют, они обращаются в медицинскую организацию, что у меня появились признаки респираторного заболевания, появилась температура, их осматривают и выписывается больничный лист по заболеванию в день обращения. К вопросу о наличии лекарственных средств для лечения нового штамма коронавируса. В данном случае врач сам принимает решение, какое лечение назначить пациенту, исходя из симптоматики и течения заболевания. Учитывая, что сейчас идет легкое течение заболевания и пересмотрен вообще подход к терапии респираторных заболеваний, лечение назначает лечащий врач. Если есть необходимость назначения какой-то терапии, которая входит в перечень, то лекарственные препараты будут пациенту выданы. Если врач не назначает специфической терапии, то беспокоиться тоже не стоит. Выполняйте рекомендации, которые врач дал, и поздравлюйте. Напомню, для того, чтобы получить лекарства из аптеки, можно воспользоваться услугами волонтеров. В пятницу 4 февраля завершилось дистанционное обучение для учащихся начальной школы, учеников 9 и 11 классов, а также для студентов профессиональных образовательных организаций. Уже в понедельник они приступят к кочному формату обучения. Остальные школьники кочным занятиям вернутся 9 февраля. В настоящее время отмечается снижение роста заболеваемостью ОРВИ среди детей. Врачи детской поликлиники называют понедельник лакмусовой бумагой. Именно после выходных становится понятно о состоянии эпидемиологической обстановки среди детского населения. Так, в понедельник 24 января, перед тем, как перевести школьников и студентов на дистант, поступило 250 вызовов участкового педиатра на дом по показаниям ОРВИ и ковида. Уже в этот понедельник, 31 января, количество вызовов снизилось до 180. Играет роль то, что сейчас у нас образовательный процесс, приведён на дистанционное обучение в общепрозавательных школах. И это, на мой взгляд, играет свою профилактическую роль в распространении новых коронавирусных инфекций, ну и вообще, в принципе, респираторных вирусных инфекций у детей. Что касается доли заболеваний коронавирусом в общем разрезе детских болезней, то за неделю она возросла. Ну, где-то было максимум, где-то до 40 детей болело разом. Наблюдалось в детской поликлинике, потом на сегодняшний день их и 90. Среди заболевших дети различных возрастных категорий от нуля до 18 лет. В основном они переносят коронавирусную инфекцию в лёгкой форме. Всего 1% по статистике переносит более тяжело. У нас были пара случаев таких, которые требовали стационарного лечения. Оно в основном, большинство детей, практически 1%, в основном все переносят в лёгкой степень. Чтобы разъяснить людям, как действовать при заболевании COVID-19 и ОРВИ, Министерство здравоохранения России выпустило памятку. В ней пошагово изложено руководство для болеющих коронавирусом в лёгкой бессимптомной форме. Особое внимание уделяется детям и людям из группы риска. В Минздраве разработана памятка как для невакцинированных людей, так и для вакцинированных, как имеющих симптомы, так и не имеющих симптомы. Это то, о чём мы говорим давно, независимо от того, если у вас прививка, нет у вас прививки, если у вас пришёл положительный мазок, ПЦР вам необходимо изолироваться, если вы проживаете с родственниками, желательно в отдельной комнате. Если у вас есть небольшая температура, респираторные симптомы, там рекомендовано симптоматическое лечение, причём достаточно понятно и доступным языком. Если вам стало хуже, вызывайте скорую помощь, а также даны телефоны 122, где вы можете получить дистанционную консультацию медицинского работника. Берегите себя и своих близких. Анастасия ФТС, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Два года назад жизнь многодетной семьи из села Тельвиска разделилась на до и после. Тогда сыну Ирины и Андрея Никоновых поставили страшный диагноз – рак третьей степени. После долгого лечения наступила ремиссия. Но осенью прошлого года у подростка случился рецидив. В январе 2020 года Мстислав Никонов почувствовал недомогание. Головокружение, слабость, боль в левой подмышечной области. После чего семья обратилась к специалистам Ненецкой окружной больницы. После обследования и постановки предварительного диагноза мальчика срочно отправили в Архангельск. В Архангельске наш диагноз подтвердился. У нас Телемфобластная лимфома третьей степени. Поэтому мы почти весь год, 20-й и 21-й, мы пролежали в больнице. У нас было несколько блоков химиотерапии. Вошли в ремиссию. Ездили уже на поддержку. Но вот буквально в августе, в сентябре у нас случился рецидив. Мстиславу снова пришлось пережить несколько блоков химиотерапии, которые, к сожалению, результата не принесли. С начала декабря прошлого года подросток находится на лечении в Архангельске. После того, как Мстислав войдет в ремиссию, надо будет искать донора для трансплантации. Вот если мы пройдем типирование, биоматериал у нас возьмет на типирование, отправит в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург нас уже приглашает на обследование и на трансплантацию. Поэтому будет все зависеть, как мы пройдем совместимость на донорство. Соответственно, если мы не проходим, родители не подходят и дочка не подходит, то будут уже искать из российской базы доноров. Если из российской базы не найдут, то, конечно же, это уже зарубежная база пойдет. Там уже потребуются немаленькие денежные средства. Для того, чтобы Мстислав мог войти в ремиссию, требовались импортные препараты для эффективного лечения, которые стоят недешево, плюс доставка из-за рубежа. Один блок обходится примерно в 120 тысяч рублей, а их нужно несколько. После того, как в соцсетях было объявлено о сборе средств на лечение, отзывчивые и неравнодушные жители округа собрали нужную сумму. Уже закупили препараты, которые нужны были в срочном порядке. Уже завтра у него будет операция. И в понедельник уже начнут химиотерапию. Все вовремя доставили. Нашли кураторов, которые доставили нам медикаменты из-за рубежа. Благодаря жителям получилось у нас закупить своевременно. И своевременно мы начнем химиотерапию. Вот этот блок, который будет решающим уже для трансплантации. Поэтому хочется сказать огромную благодарность жителям округа за их отзывчивость, неравнодушие, за доброту. Спасибо большое. Впереди у нашего земляка долгое лечение. В свои 16 лет Мстислав прекрасно понимает, насколько серьезно его заболевание. Сейчас, по словам Ирины, его самочувствие удовлетворительное. Если не говорить о моральном состоянии. Предстоит сложная процедура, это где шанс 50 на 50. Конечно, уже он понимает все это, читает и знает. И говорит, мама, может быть, это для меня уже последний месяц. Ну, конечно, слышать это все сложно. Каждый день мы с ним общаемся. И он понимает, что у него шансы на выживание не очень большие. Поэтому у нас как бы время идет на счет. И мы, конечно, финансово сейчас проблемы у нас. Если вы хотите помочь финансово в дальнейшем лечении Мстислава, можно перевести любую сумму по указанным номерам телефонов. Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал «Север». О жизненном пути хранительницы ненецких традиций Ксении Евтысы и ее истинном призвании расскажем далее. Одна из интереснейших женщин округа отпраздновала свой юбилей. Ксении Филипповне Евтысой исполнилось 75 лет. Уроженка села Трибугра известна в округе как хранительница национальных традиций. С самого детства вместе с четырьмя братьями жила в кочевых условиях в ненецкой тундре. В тундре то увидишь куропаточку, то зайчика, то птенцов, то весной яйца. Собирали яйца. Но родители учили, как их надо собирать, чтобы лишнее, как говорится, не хвататься в гнездо, чтобы любая птичка не почувствовала чужой запах. Если хватает яиц, то буквально в смысле слова надо сколько-то обязательно оставить. А потом посудинку мы остальные брали. Ксения Филипповна с теплом вспоминает свои детские годы. Несмотря на то, что маленькую Ксюшу и ее четырех братьев воспитывала маму в одиночку, она привила детям трудолюбие и ответственность, а также заботу о ближнем. Мама, обычно летом они ездили на сенокос, за день набегаешься, то, что оставлено было, уже как бы все переработано. И вот маму встречали с работой, и она всегда, ну вот скажем, с лодки они сходят, поднимаемся, ну у нас там высокий берег, поднимаемся на гору, на гору зашли, и мама из кармана всегда доставала, сверточек достанет, а там, думаете, что? Два кусочка черного хлеба. Это у меня мать, чему брату, и мне. Вот, и вот это угощение было лучше конфет и лучше пряников. Трудовая деятельность Ксении Филипповны довольно богатая. Работала и в культуре директором ДК, и в медпункте санитаркой, и мастерицей в швейной мастерской, и кассиром в сельсовете, и даже бухгалтером. Как-то весной везли наличные в сельсовет, и пришлось на скорости проскочить разлившийся ручей. Сани упали в воду, и все промокло. Пришлось натянуть веревочки дома, и кто бы видел такую картину. Так, денежки висят, сохнут. Своё истинное призвание Ксения Филипповна нашла лишь, когда вышла на пенсию. И это оказалась туристическая деятельность. Мне вот это нравится работать. Мне вот эта работа нравится. Это мне по душе. Я уже тут вкладываюсь, можно сказать, полностью. Вот. И вообще, вот всё время у меня так вот бывает, даже и вслух говорю. Вот если бы этот туризм раньше был бы, я бы нашла бы своё место, свою ячейку, где мне бы вот было душу работать. Мне нравится. Я работаю в турцентре, экскурсовод, провожу экскурсии. Мне очень нравится. Сегодня Ксения Евтысая рассказывает гостям округа о ненской культуре и традициях. Работает с молодёжью, чтобы помнили о корнях своих и истории своего народа. Катерина Тайбрей, Леонид Шишелов, Телеканал Север. На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды.